Здравствуйте! В эфире краткая сводка новостей. Катюши падали сегодня на северной границе Израиля. Днём и утром Тамара и Шалом находятся сейчас на севере. Что происходит? За последний час Катюша упала на юге голландских высот. Ещё несколько Катюши упали в районе Кирятшмуна. Сейчас вы слышите снаряды, которые запускает артиллерия ЦАЛа. Сегодня весь день израильская артиллерия обстреливает территорию Ливана. А сегодня утром в 10 утра около 20 Катюши попали на Кирятшмоне, на город и на окрестности города. Кроме этого, Катюши упали в Нагори, в Верхний Галилея, в юге, на юге. В Кирятшмоне было 6 людей, которые были в шоковом состоянии. Сегодня с утра около 70 Катюш упали на север страны. Вчера в 8 часов вечера было всего 80 ракет, а сейчас 3 часа, и уже более 70 Катюш упало на израильской территории. Что сейчас делает армия обороны Израиля? Мы постоянно слышим снаряды, артиллерия Израиля продолжает отстреливать Южный Ливан. Кроме этого, были атакованы антенны телевидения Хизбаллы. Кроме этого, израильская армия бомбила бункеры. И, как я уже говорил, весь день, весь день, израильская армия продолжает бомбить и обстреливать Ливан. Большое спасибо, Тамар. Дополнительные Катюши сегодня упали утром и днем в Кармелии и в Нагории. Асавзор, как выглядят улицы? Улицы в Хайфе по-прежнему пусты. Сейчас был какой-то взрыв, но похоже, что мы не знаем еще, что это такое. Нет, мы сейчас с вами разговариваем, и мы слышим сейчас взрывы, и мы слышим сирену. Сейчас есть сирена в городе Хайфа. Я думаю, что мы сейчас получим новую информацию и вернемся к вам. Так, сирена в городе Хайфа. Мы продолжим, мы после этого расскажем, что произошло. А пока израильские ВВС нанесли удар по ретранслятору ливанской телевизионной сети LBC. Кроме этого, были удары по ретрансляторам Аль-Мустагбаль и Аль-Монар. Израильские ВВС бомбили сегодня город Набатии и город Эль-Хиям. Кроме этого, израильские ВВС нанесли удары по арсеналам оружия и пусковым ракетам Хизбаллы. США переведет Израилю умные бомбы для нанесения ударов самолетов. Об этом сегодня публиковала газета Нью-Йорк Таймс. Это послание – часть помощи, о которой было принято решение уже в прошлом году. Правительство Буша решило сейчас передать Израилю эти снаряды. Продолжаются государственные контакты с целью прийти к прекращению огня. Кандали Сарайс, государственный секретарь США, приедет завтра в регион и встретится с премьер-министром Эудом Ольмертом и с Абумазаном. Она не поедет в Ливан, а в среду, когда Али Сарайс приедет в Рим, там будет происходить конференция по теме Ливана. Вот что сказал сегодня Кофи Анан о наземной операции в Ливане. Если израильские силы войдут в Южный Ливан, что будет? Зачем они туда зайдут? Захотят ли они просто уничтожить Хизбалу и уйти назад? А если останутся в Южном Ливане, может быть, они захотят создать вновь зону безопасности? Это будет зона безопасности для Израиля, но для других это будет оккупация. Мы продолжаем следить за событиями.